Так как праздник у малышки и хочется, чтобы она поняла это, чтобы она окнулась в атмосферу праздника, яркости, нарядности. Первое, что я сделала, это украсила детскую комнату нашей малышки. Гирлянду я решила сделать сама. Для этого я использовала цветную бумагу. Подогнула уголочки и зафиксировала клеем. На обратной стороне я написала буквы, чтобы получилась надпись «Дарье два годика». Соединяли мы листы с буквами с помощью нитки и степлера. Рядом с надписью мы повесили яркие круги из бумаги, сделанные гармошкой. Я просто складывала цветную бумагу гармошкой и склеивала по краям. Также на белую бумагу наклеивала цветной скотч, складывала гармошкой и склеивала. Другую стену мы оформили яркими маленькими самоклеящимися картинками. И эти картинки останутся теперь висеть в нашей детской. Следующий шаг это аксессуары для фотосессии, которые я вырезала из цветного картона. И приклеивала их с помощью обычной бумаги к шпажкам. Наполнила прозрачный контейнер рисом и вставила туда шпажки. Такие интересные получились аксессуары. Фотки, кстати, тоже получились яркие. Я подумала, что гостям будет приятно получить в подарок какой-то маленький сувенир в память об этом дне. Я собрала какие-то мелочи, которыми обычно пользуются все. Это гель для душа, мыло, ручка, календарь, держатель для сотового телефона. И несколько уникальных подарков, которые я заказывала в фотосалоне заранее. Это брелок, магнитик и подставка для фото с фотографией Даши. Брелок и магнитик тоже с фотографиями Даши. Такие подарки родным было особенно приятно получать. Я сложила их все в непрозрачный мешок и каждый, ведя его к подарку, и получал его, если угадывал его на ощупь. Гости были довольны. Я запланировала, чтобы каждый из гостей скажет на камеру несколько слов для Даши в качестве пожеланий, но не успела этого платить. Зато моя идея с написанием поздравлений в альбом сработала, и каждый гость написал свои мысли и пожелания Дарички в ее альбомчик на память. Если вы чувствуете, что гости сидят за столом, и у вас много времени, то вы можете провести конкурсы с гостями. Ну, если получается, что образовалась пауза, пустота, и ее нужно чем-то заполнить. Или гости заскучали. Я оставлю текст с конкурсами в инфобоксе. У меня времени для этого не оказалось, тем более, что дома было два маленьких ребенка, за которыми нужно было постоянно смотреть. В организации праздника важную роль сыграет меню. Я его разработала намного заранее. Приготовила пару новых для меня салатов. Ссылку со временем я тоже на них оставлю. Не стала делать отдельный стол с закусками, так как у нас два маленьких ребенка, которые везде лезут. Я побоялась, что не уберегу этот стол, и у меня был просто обычный стандартный стол с едой. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно, как прошел праздник, то жмите на ссылку и смотрите. Вы также можете увидеть, что нам подарили на Дашин второй день рождения. Просто жмите на окошко с видео на наши подарки. Ну все, пока-пока.